А те кисти, которые у меня уже есть хорошие, то есть которые я либо покупала там в хороших магазинах по хорошей цене, либо которые, либо мак, да? Значит, что это за кисти? Начну с Art Deco. Мне нравится эта немецкая компания, их продукты и косметика, и ну вот кисти тоже неплохие. И я покажу сейчас, что у меня есть Art Deco, у меня есть, как она называется, дуофибра, да, дуофибра, как ее говорят, то есть у нее беленькие это искусственные волоски, а вот эти желтенькие это натуральная шерсть козы, это коза, и она такая жесткая, она помогает держать этой кисточке форму, никуда не одеваться, да? Что я делаю? Да, в принципе, я смотрела в сети, что ей и наносят и тональную основу, говорят, что такое получается плотное покрытие, и ну любое. Короче, и жидкие можно продукты ей наносить, и рассыпчатые. Но я наношу ей хайлайтер, да, рассыпчатый он у меня, такой пудровый, калистар, буквально макаю сюда, раз, два, чик-чик-чик-чик, на лобик. Т-зону высветлять, мне вот это нравится. Для всех кисточек я делаю такие колпачки. Я расскажу потом как-нибудь, как я это делаю, такой себе мастер-класс проведу, чтобы кисточки, да, держали форму. Вот так вот, оп, и спрятала, все. Я делаю сама, ручную, из подручных средств, вот такие вот колпачки для своих кистей, которые должны держать форму. А еще у меня есть от Ardeco, тоже этого немецкого концерна, кисть кабуки. В принципе, я даже видела на ютубе, девочка показывала, такую покупала, вот я тоже для нее этот колпачок такой сделала, чтобы она держала форму. Вот такая. Знаете, выглядит как помазок, на самом деле. И она достаточно жесткая, она не очень мягкая, да. Но мне она нравится тоже, и минеральную пудру она тоже наносит хорошо. По поводу кистей кабуки у меня будет для вас интересное видео, только я вот ожидаю сигму, такую, знаете, плоскую. Я кое-что потом интересно расскажу, мне будет интересно ваше мнение. Ну вот такая вот еще, да, есть у меня вот такая кисть. Ardeco. Так, потом из такого простенького, ну такой вот Ardeco спонжик. Почему я купила спонжик Ardeco? Потому что у него есть съемные насадочки, да. Вот этот спонжик, он кругленький, но он вытаскивается. И можно вставить такой вот, опс, длинненький, да, вот длинненький. То есть меняются спонжики. Спонжиков сразу идет в наборе четыре, по-моему, да, два кругленьких и два длинненьких. И можно еще маленькие наборчики купить. И я сразу купила на всякий случай, чтобы когда эти уже надо будет выбрасывать, были запасные. Ну, опять-таки, да, для спонжика. То есть спонжиков у меня в порядке хватает. Дальше, что я купила? Это одна из моих первых кисточек. Искусственная кисть Пупа. Вот такая она. Вот, и вот. Я покажу сейчас. Вот. Она очень-очень-очень мягкая, наподобие тех вот больших из дешевого набора. Вот она тоже такая мягенькая-мягенькая, приятная. Есть такие, вы знаете, хорошие кисточки, дорогие, искусственные. Вот они вот такие. Я наношу ей праймер на глаза под тень, да, чтобы тень хорошо ложилась, не ссыпалась. И она мне очень нравится, эта кисточка. Дальше. У меня есть кисточка для бровей от компании Glow Minerals. Это кисточка Dual Brow. Видите, она двухсторонняя. У нее с этой вот стороны вот такой вот, да, как полноценная, скажем так, бровяная кисточка вот толстенькая, да. Вот. А с другой стороны у нее махонькая вот такая уденькая. Вот видите, вот эта такая с черным пятнышком на крае, а эта вся черная. Знаете, изначально это тоже была такая вот с пятнышком, но я и крашу брови краской, да. То есть она покрашена. Краска вот такая же была. Натуральная ворс. Она очень классная. Она вот эту линию так ровненько-ровненько рисует. И можно вот этим краешком рисовать окончание бровки. Вот такая кисть. Мне очень-очень-очень она нравится. И тоже я придумала для нее такой же, да, сделала колпачок для вот этой части. И для второй где-то лежит. Надо посмотреть, потому что только сегодня я ей пользовалась. Кто-то положил уже колпачок, поищу. Дальше следующая кисть. Кисти тоже ар-деко для губ. Это кисть натуральная. Я просто купила ее, потому что у меня нет натуральной кисти для губ. Она из куницы. Она достаточно жесткая, да. Собственно, я не думаю, что для губа должны быть какие-то мягенькие кистюльки, да. Она жесткая, она хорошо держит форму. Ей можно нормально наносить помаду, либо растушевывать карандаш. Потом у меня есть две кисти от компании Задора. Я их купила из-за того, что девушка по имени Вика, я подписана на ее канал. Вики 3000, по-моему, ее ник. Она рекламировала очень эти кисти, говорила, что у нее 10 лет. Они и держат форму, и прекрасно себя чувствуют, и прочее, прочее. И я под этим явлением купила себе две кисточки. Сейчас тоже покажу. Они у меня тоже в таких самодельных колпачках. Вот, это кисть для тонального крема. Ну, вот она из-за Дора, да, такая она. И кисть для подводки, да, вот в смысле, вот, когда у нас она скошенная кисточка, скошенная кисточкой для подводки. Либо ей еще тоже рисуют вот сюда в складку, я видела. И тоже для нее у меня отдельный колпачок. Вот тоже кисточка из-за Дора, вот такая. Вот эти две кисточки из-за Дора. Ни одна, ни вторая мне не понравились. Вот эта кисточка, она очень жесткая. То есть, даже из этого дешевого набора, черная кисть, да, как будто бы под мак, она вдвое мягче. Ей удобнее наносить фундейшн, чем вот эта. Я, к сожалению, ее, наверное, не буду использовать. Ну, возможно, приловчусь как-то, но зачем? Я уже заказала себе маковскую. Буду пользоваться мак. Так, и эта кисточка, которая, да, которая угловая, которая, возможно, там для подводки, она распушивается, да. Она вот, прям вот если посмотреть на нее, да, вот так вот ровненько, вот я на нее смотрю, у нее вот волоски вот по бокам расходятся. Я не знаю, что с этим делать. Ну, как-то она не держит совсем форму. Мне это печаль. Я тоже заказала мак. Так, и, собственно, виновник торжества сам мак. Какие кисточки мак у меня есть на сегодняшний день? Их всего четыре пока что. Ну, и много. Первая кисточка, это нормальная, наконец-то, кисточка для подводки, да. Это кисть номер 210, да. Она такая остренькая. Ммм, ням-ням-ням, как положено. Она делает такой... Я сегодня, кстати, впервые рисовала подводки на модели, на курсах. И она такая тоненькая-тоненькая-тоненькая делает линия. Супер. Мне так... Мне очень понравилось. Наверное, будет та самая удобная кисточка для подводки. Потом вторая кисточка, это кисточка для губ в контейнере, да, который ковер. И я вот так вот ее, опс, открываю, и это вставляется как ручка. И это кисточка номер 316. Кстати, знаете, смотрела видео, одна девочка говорила, у меня вот все кисти мак, вот эти, если их сразу, вот эти названия, да, не покрыть лаком бесцветным, то они очень быстро стираются. Так что я эти кисточки покрыла прозрачным лаком, чтобы не стирались названия. Есть кисточка для губ в мак. И, конечно же, кисточка 224. Боже мой, вы знаете, я сколько смотрю на ютубе рассказов, да, там, про кисти мак, вот эту кисточку, все, по-моему, просто обожают делать ей что угодно. Она очень отличная для нанесения теней, и для растушевки, и, опять-таки, вот то, что я говорила, да, пудру можно, там, какие-то плохо доступные места. И, там, хайлайтер ей могут куда-то, вот, да, наносить. То есть, любят эту кисточку, я ее тоже купила, и она мне, кстати, очень тоже нравится. Но мне не для нее колпачка нужно сделать, чтобы она держала вот эту форму хорошо. И последняя кисточка, мак, кисть номер 116, есть. Это кисть для румян, кисточка для румян. Очень классная, мягенькая, очень хорошо набирает, даже не очень хорошего качества, скажем, румяна, да, то есть, если они плохо пигментируются, то все равно она набирает хорошо, и очень плавные линии, никаких пятен она не ставит, отлично растушевывает, да, все класс, мне эта кисточка очень нравится. Вот, и жду я много кисть мак, я, по ходу того, как мне будут приезжать новые мои посылочки, я буду вам их показывать. И я еще оставила в комнате, сейчас уже не пойду, просто расскажу, у меня есть для мытья кисточек средство, да, от мак. Оно классное тоже, оно со спиртом, то есть, оно еще и дезинфекция, не обязательно потом чем-то брызгать дезинфекцирующим, поскольку это средство со спиртом, и кисточки высыхают буквально за пару секунд. Все, это такой вот мой чайниковский обзор, да, там, обзор начинающего визажиста, и по ходу вы будете смотреть, как пополняется моя коллекция кистей, и, в общем, мне будет также интересно смотреть, какие у вас есть кисти, и что вы можете ими делать, может быть, какие-то есть хитрости интересные, да, там, что вы нашли для себя и в кистях, и в искусстве макияжа, чем-то поделиться, что-то посоветовать, обязательно рассказывайте, обязательно показывайте видео, либо пишите в комментариях, я обязательно буду все читать, смотреть, мне очень-очень-очень интересно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok